Израильская военная операция в Гази достигла своих целей и смысла продолжать ее нет. Об этом заявил премьер-министр Израиля Яир Лапит на встрече с главами южных муниципалитетов страны. Ранее в воскресенье с предложением о прекращении огня к Израилю обратился Египет. Палестинские власти считают, что Совет Безопасности ООН, который соберется 8 августа, должен поддержать Палестину. От Совета Безопасности ООН требуется принять серьезное и выполнимое решение по предоставлению защиты палестинскому народу. Мы добиваемся от этого института не только осуждения. Мы говорим, хватит двойных стандартов, политики двойных стандартов по вопросам прав человека, международных кризисов и конфликтов. Израильская военная операция в секторе Газа началась в пятницу. По данным медицинских источников, в результате израильских ударов погибли 32 и получили ранения 253 человека. Израиль настаивает, что его целью были только боевики экстремистской группировки «Исламский джихад». 600 ракет было выпущено «Исламским джихадом» без разбора по израильским гражданам, как по южным населенным пунктам, так и по всему Израилю. После этого силы обороны Израиля наносили удары не по людям в Газе, а по террористам «Исламского джихада», которые постоянно нацеливают свои ракеты на мирных жителей Израиля. В результате израильских ракетных ударов были убиты командир Северной бригады военного крыла «Исламского джихада» Тайсир Аль-Джабари и руководитель Южной бригады движения Халет Мансур. Поводом для эскалации насилия послужило задержание израильскими властями на западном берегу реки Эрдан в самом начале месяца 22 подозреваемых в терроризме палестинцев, в том числе одного из лидеров группировки «Исламский джихад» Басама Ас-Саади. Продолжение следует...